На Льва Николаевича похоже, на Толстого. А вы знаете на кого похоже? На кого? На молодого человека, который не отращивает бороду как должно. И поэтому будет похож на подкаблучника потом. Без бороды-то тебя жена уважать не будет. Скажет понятно, ветреный мужик. Как еще раз? Ветреный. Вот это вот бороду бреет. Протопопа вакуум называл блудодейная ересь. В смысле? То есть не надо брить в город? Так неужели надо? С чего ради-то? А? А с чего ради ее брить-то, когда Бог сотворил так? Ты Богу противишься, не человеку. Нет, ну я молодой человек. Ну и что молодой? Молодой, так борода не росла бы. Она растет, значит, Бог знает, когда расти ей. Нет, она у меня расти начала после армии. Ну все, правильно и было. А я еще на военном билете с бородой. Из армии пришел с бородой. Нет, ну, понимаете, я с девушками общаюсь. У меня такой мини-соцопрос, да, вот с ними. А вот посмотрите, посмотрите внимательно. Даже вожди материализма. Фридрих Энгельс, какая борода. У Карла Марса... Это все понятно. Я говорю, у Карла Марса поменьше. У Ленина клинышком. У Сталина усы. А у Хрущевой на голове ничего нет уже. И все друг за другом идет. Так мир развращается. Сейчас я вам свою точку зрения выскажу. Ну? Я говорю, я проводил такой соцопрос у девушек. Ну, моего возраста. Мне на данный момент 20 лет. И я проводил так вот. Ну, интересно было. Я говорю, какие вот вам парни нравятся? С бородой, щетиной или без? 80% сказали, что без бороды 20%. Это кто? Это те, которые наклонны к блуду. И которые хотят, чтобы ты был подкаблучей. Кого вы спрашивали? А вы спросите верующих. Верующих спросите за 2000 лет. Ни одной иконы без бородой нет. Апостолы, пророки, Христос. Все с бородами. У Давидова слух полбороды отрезали. Побрили. И он их не запустил в Иерусалим. Пока бороды не отрастут. Иерусалим земной. А мы в небесные идем. Что тут толковать-то? Вы считаете, что молодой парень должен сходить вот с такой бородой? Да это возраст определяет. Бог определяет. Раз она растет, значит, ты уже не молодой. Ты уже совершеннолетний. Мне 20 лет. У трехлетнего ребенка же она не растет. Вы представляете от меня в 20-летнем возрасте с вашей бородой? Представлять надо перед Богом себя, а не перед шлюхами. Перед Богом живым и верным, который сотворил. Бог сотворил так человека. Вы противитесь Богу. Вот картина Леонарда Давидовича. А я подойду, начну править. Вот Рафаэль нарисовал. А я подойду, начну брить там папа Сикс. Сикстинская Мадонна. Вы понимаете, у меня, знаете, не хочу ни с кем ругаться, ни с кем ничего. Просто у каждого человека своя точка зрения. Правильно? Это кочка, а не точка. Какая это точка? Бог сотворил. Мы не властны с собой. Вот это тело, вот мое ваше, оно называется храм Божий. Бог говорит, приду и вселюсь с ним. Бог так сотворил. Вы не слышите? Бог. Вы говорите по-мерзки. Можно я свою точку зрения? Да вы ее высказали уже, что вы не верующие. Верующие только одно. Говорят, как бы Бога не оскорбить. Богу угодно быть. Он прервет жизнь сегодня. Завтра сделает так, что все будет проказой покрыто. И ничего не сделаешь. Он, господин, бойся его. Бога бояться надо. Смотрите, ну я с вами посоветоваться хочу, вот как вот вы мою точку зрения оцените. Просто интересно. Меня покрестили, когда я был очень маленький. Да. То есть, когда я был еще ребенком. Ну, вот. Когда я о сознании пришел, более-менее начал рассуждать логически. Там читал книжки какие-то научные. У меня все равно сознание больше... Это все понятно. Это все понятно. Просто, знаете, вот я думаю, что человек, он должен сам прийти к Богу. А не ему не навязать вот эту вот идеологию. Мне кажется, это так. Мне кажется, это правильно. Это вам кажется так. А у Бога по-другому. Он дал указание Аврааму обрезать мужеский пол в восьмидневном возрасте. И дальше написано. Всякая душа, которая не будет обрезана, да истребится. Все кончилось. Это Бог сотворил. Вы не слышите. А теперь в Новом Завете уже послание к Колоссиным. 2 глава 11 стих. И мы обрезаны обрезанием и рукотворенным, будучи крещеные с ним. Крещеные. Это обрезание прообразовало крещение. Извините, а вот такой вот у меня вопрос. Вы являетесь кем-то священником? Я не священник. Брат у меня священник. А я чтец. Хорошо. Как вы относитесь, вот как человек ближе к Богу, все равно верующий, как вы относитесь к людей, которые в службе в армии? Как службы? У нас все в армии служат, но никто присягу не принимает на альтернативной основе. Никого не убивает наши люди. Да. А как вы, допустим, оцениваете Великую Отечественную войну? Там очень много православных. Вы так же убивали людей. Я отвечу вам. Вы за наш сайт, сказать, это Ютуб-канал запишите, а то внезапно сейчас отключитесь, уйдете. Во свете Библии. Канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. У нас там 14 800 роликов. Мы строим деревню православную, когда безбородов ни одного нет. Сегодня молодые юноши идут в армию с бородами. Но это неправильно, это не эстетично, это понимаете? Правильно. В армии почему все сбривается? Потому что, чтобы не занести какую-то там... Все? Почему? Устовься. Ну, в армию берут. У нас вот взяли у меня племянника, так его там соседи приходили, опрашивали всех. Куда так берут, проверяют? Оказывается, в президентский полк. В президентский полк. Это не отброс общества. Другой... Я туда тоже забирал, но я в водовую попал. Вот. Другой племянник, его родной брат, тот в дивизию Дзержинского попал. И никому борода не мешает. У нас вот сколько служили ребята с бородами. Сказал заранее, и все. Куда-то поставить, там, на кухню или коров доить. Главное, ты перед Богом себя держи. Помни, Бог сотворил тебя. Бог. Это не моя картина, это Он сотворил по образу своему. Вот смотрите, ладно. Я вот перебиваю просто. Мне вот, знаете, вот... У меня вот сейчас вот переполняют, и я вот мало с такими людьми общаюсь. По сути, вся религия, она передавалась рассказами, правильно? От наследства, ну, вот от людей к людям, от людей к людям, там, вот... От матери к сыну, ну и так далее. Да нет, по Писанию, по Писанию, вот откуда узнаем все, вот. Из книги. А вот представляете, вот если бы не было вот этой книги, и вам бы сказали, существует Бог, вы бы поверили? Я в трехлетнем возрасте, четко, определенно, уже знал и молился, в трехлетнем возрасте. Но Библии не было в доме. Мы из старообрядцев, беспоповцев, кержаки называются. Мама сказала, вот то-то нельзя, в пионеры вступать нельзя, там, воровать нельзя, материться. Мне 80 лет. Я еще ни одному матерка не сказал. И сказала, как себя хранить от женщин, чтобы пока не повенчать. И меня Бог сохранил. И 80 лет Бог дал мне сохранить всю память, как будто мне 30 лет. Вот разница какая. Бог дал мне такую мать. А отец, он мог и выпить, и заматериться, а вот так пришел без руки с фронта. В семье 10 детей. И мать ничего не знала. И в 23 года я впервые увидел Библию. Мне показали, я работал на корабле, передо мной все открыто, здоровое тело, деньги. У меня все есть, выход за границу. Добиваясь разрешения три курса сдать по выбору комиссии на английском, немецком или французском. То есть, я не рядовым был. И когда Библию мне в руки дали, я понял, я никто, я клоп вонючий. Я все выбросил сразу. Вы сейчас, надеюсь, не снимаете? Конечно. Снимаете? Конечно. У нас все снимается. А что, вы плохое еще не сказали, кроме того, что сказали? Что ты? У меня просьбы никуда не укладывали. Да ну, перестаньте, как маленький. Какая просьба? Что ты, алименты боишься платить жене? А кого прясутся-то? На улице идут, все снимают. А это эфир. Тут все снимается. Вот я сколько здесь сейчас скажу? С 20-го? Это 20-го будет 20-го. Ну, уже 77-й день примерно. У меня уже 320 роликов составлено. Как мы проповедуем, говорим людям. Еще бы я это не выставлял-то. Мы людей призываем к тому, что вот это, где находимся, это Содом и Гоморра. Мужчина на мужчине желец. Анонизмом занимается открыто. Совокупляется с женщинами. Мы пришли осветить этот мрак светом Евангелия. У меня уже несколько было таких, которые, а я не хочу. Твое это желание не хочу. Я же говорю, вы снимайте меня. Пожалуйста. Я иду по улице. Подходит. А можно с вами сфотографироваться? Ну, он знает, кто я. Пожалуйста. Чего я буду прятаться-то? Я не красавец, не герой, но и не вор, и не разбойник. Я открыто. У меня фотографии там я с мэром. В институте, где я в университете преподаю. Ректор стоит рядом. Я не прячусь от них. Ну, смотрите. А что делать с людьми, которые не верят в Бога? Им все равно надо продолжать. Надо навязывать. Слушайте внимательно. Вопрос. Евангелие от Марка, 16 глава. Написано. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. То есть брошен будет в озеро Огненное вместе с сатаной, где плащ искрежет зубов. Века вечная. А верующий, принявший Христа, Христос умер за его грехи. Он освобожден. Вы только не отключитесь внезапно. Обычно сразу отключаются. Вы помните, что мы умрем. И поэтому беспроигрышно я верующий. А если ничего нет, я ничего не потерял. У меня все нормально. И в семье, и с друзьями. У меня все есть. Хотя я живу беднее некуда. Мы строим православную деревню с нуля. Единственная в России. Советская власть еще была 72-й год. Мне Господь Бог позволил создать православный трудовой лагерь. 45 лет я его начальник. Тысячи детей подняли. Ни рубля от государства нет. Мне приятно сказать. У меня нет гуманитарного образования. Я технарь. Но Господь позволил мне написать в книжном варианте 38 томов книг. И семь еще в интернетной версии. И все эти книги, почти все, начинают... Мы в Барнауле живем, дойти до Владивостока, потом опять книги забросить границы, до Лиссабона, Португалия, пройти Турцию, Скандинавию, Прибалтику, 650 городов. И подарить библиотеке на 35 миллионов рублей. А у меня пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Это чудо Бог совершает. Бог. Этого нельзя сделать. Все понимают, это немыслимо. Я 9 лет набирал, только в наборе сидел. Больше 30 тысяч часов за компьютером. Я все еще вижу. Так это 80 лет. Понимаете, как интересно жить с Богом. Цель направленной для вечности. Понимаете, в чем какая проблема? Вы просто... Есть люди, которые не верят. Есть люди, которые верят. Есть люди, которые относятся к этому нейтрально. Мне кажется, нам не нужно навязывать, доказывать. Нет, нейтрального нету. У них своя точка зрения. У всех своя точка зрения. Татья точка. Какая точка? Когда, говорит, болотная кочка. У него нет. Почему люди не верят? Библия говорит, делающий добро идет к свету. Дабы явно было дела его. Он от них говорить будет, как город на вершине горы. А неверующий не увидит жизни. И не идет к свету, потому что дела его злые. Неверующий что? Думает, тебя что делают? Творю, лишь бы дядя милиционер не увидал. А верующий делает это открыто, перед Богом. Потому что он по закону Божьей живет. У него ни измены нет в семье. Ни пьянки, ни наркотиков, ни плохих слов. Он непременно ищет, кому помочь. Кто беднее меня? Зачем бы мы это делали, такое путешествие сделали? Это ни день, ни два. Где мы ночевали? В лесополосах, лишь бы только попасть. Вот в Владивосток, когда шли мы, каждый день в среднем у нас уходило тысячу и тридцать километров. В десять часов вечером отбой. Мы где-то в лесополосах. В два часа ночи подъем. И все делали для того, чтобы это моя страна, мой народ. Вот у нас в лагере лозунг был. Россия должна встать. Второе. Россия, это мы. Маленький пацаненочек, девчоночка кричит. Россия, это мы. Мы показали. Как вы относитесь к космосу, покорению Вселенной? Никто его не исследовал. То, что есть, только говорим о том, что есть. Вот действительно ли там к Марсу подлетело, не знаем. Верю я, чтобы на Луне были. Но опять же, Джеймс Ирвин, который первый вокруг Луны облетал, он считал молитву и прямо передается. Дальше. Нейл Армстронг, который первый вступил на Луну, положил Библию в тартановом переплете. Это верующие люди все были. В Библии это сказано. И что? В Библии что-нибудь о космосе сказано. В Библии об этом не сказано. Только сказано так, что говорит, и слово Твое, Господи, твердо, как Луна. А теперь, когда ее бурили, там, советский там был луноход, поняли, какая она твердая. То есть намек. Дальше. Не в Библии, а в Ефрем Сирин. У него шесть томов. Перед кончиной мира человек зайдет на Луну. Как это может быть? Не знаю. А теперь дело расшифровалось. Дальше. Две тысячи лет назад написано. Каждому человеку будет поставлено начертание на лоб и на правую руку. 666. Как оно будет поставлено? На сегодня, понимаете, зачипировать или на костной ткани сделать это ничего не стоит. И ни продать, ни купить без этого нельзя будет. А кто примет, покаяния уже не будет. Сатаной будет мучиться. А где это написано? Апокалипсис, 13 глава. Этого еще нет ничего. Слушайте. Один правитель над землей будет. Один. Государство одно на земном шаре будет. И один правитель еврей. А еврейский народ разбит на 12 частей. Колено Данова, Иудина, Нефалимова. Из Данова колена. Дальше. Сарств будет 42 месяца. Три с половиной года. Не можно идти. Так. Не выключите. Дальше. Продолжение следует...